Я Светлана Обратнова. Здравствуйте. Сторонники оппозиции в Армении продолжают массовые акции протеста. Они недовольны выдвижением бывшего президента Сержа Сарксяна на пост премьер-министра. Тысячи людей вышли в центр города и сейчас протестующие находятся у здания парламента, но путем перегородила полиция. И на прямую связь со студией выходит наш корреспондент в Ереване Артур Хачатрян. Добрый день, Артур. Скажите, что сейчас происходит в центре города? Здравствуйте. Я вас плохо слышу. Сейчас могу сказать, что мы находимся на проспекте Баграмяна. Это буквально в 100 метрах от здания национального собрания, где путь митингующим перекрыла полиция. Полицейских буквально очень много. Они в полном обмундировании. Только что приготовили свои противогазы. Полицейские, по сути, дали 10 минут на то, чтобы разойтись к митингующим. И после этого, возможно, будут применять специальное средство. Буквально 10 минут назад также были шумовые гранаты. Сейчас митингующие отошли буквально на 5 метров от полицейских. И они не собираются пока расходиться. Артур, а есть ли какая-то реакция властей на то, что сейчас происходит, на массовые протесты? Власти пока никак не комментируют эти события. Заранее они заявляли о том, что все действия оппозиции неповиновения будут незаконны, потому что у них есть политическое право руководствоваться так, как они считают нужным, так как они выбрали выборы. Власти пока никак не комментируют эти митинги. Сейчас полицейские начали петь гимн. Армении это своеобразная акция. Таким образом, возможно, они пытаются не допустить подсказания. Я не знаю, меня слышно или нет. Артур, спасибо. На прямой связи со студией был наш корреспондент в Ереване, Артур Хачатрян и к другим новостям. В России начали блокировать доступ к мессенджеру Телеграм. В Роскомнадзоре заявили, что процесс займет несколько часов. Крупные мобильные операторы уже заблокировали сервис. Роскомнадзор сегодня потребует удалить Телеграм из магазинов приложений. Ведомстве также пообещали блокировать VPN-сервисы. Сейчас их с помощью можно обойти запреты. На прошлой неделе решение о блокировке мессенджера принял суд в Москве. Компания отказывается расшифровывать сообщения пользователей по требованию спецслужб. В Телеграме ссылаются на гарантированную Конституцию тайну переписки и говорят, что передать ФСБ ключи и шифрование технически невозможно. В России из-за весеннего половодия потоплены более 60 населенных пунктов и 3000 приусадебных участков. В Центральном и Приволжском федеральном округах затоплены мосты и дороги. От транспортного сообщения отрезаны около 30 населенных пунктов. В пункты временного размещения по данным Министерства по чрезвычайным ситуациям эвакуированы примерно 400 человек. Одна из самых сложных ситуаций в Волгоградской области. Там с начала апреля продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. И пока этот режим сохраняется, местные власти обещали оказать материальную и другую помощь всем пострадавшим семьям в этом регионе. Продолжение следует...